Говорят, что газета – это первый черновик истории. Вот уже 85 лет историю Славянского района пишет районная газета «Заря Кубани». На торжественном мероприятии, посвященном юбилею районки, побывали и наши корреспонденты. Газета «Заря Кубани» Менялись названия – «Знамя труда», «Стройка», «Колхозный путь». Но неизменно главными героями публикации были и остаются наши земляки-труженики. Как признаётся главный редактор «Заря Кубани» Владимир Дайнега, секрет популярности газеты прост. Журналисты работают над темами, которые действительно волнуют читателей. «Все годы газета что она делала? В советское время это был коллективный пропагандист, организатор и агитатор. Сегодня можно по-другому об этом говорить, как формировать общественное мнение. Это газета, которая пишет летопись нашего города и района. Она рассказывает о тружениках, предприятиях нашего района, сельских тружениках, городских тружениках, ну о всех сферах, о достижении культуры, спорте». Политика, экономика, культура и спорт – история об удивительных людях в нашем районе. Журналисты этого издания знают, как сделать выпуск интересным и полезным для читателей, считает генеральный директор ЗАО «Приазовская» Иван Сирота. «Я даже не представляю, жить в славянском районе и выписывать газету «Заря Кубань». Там кого-то поздравляют с днём рождения, кого-то где-то там кто-то у нас работает хорошо, с станицы, с района. Ну, можно сказать, мы знаем своих героев именно через эту газету». Во все времена в Заре Кубани работали люди, преданные своему делу. Такие, как Николай Хмельник. Он 35 лет проработал в районной газете фотокорреспондентом. «Я считаю, что там был второй родной дом. Я, если считать, нештатным был, 35 лет проработал. Проходил на работу вперёд всех. Потому что эти все годы работал фотокорреспондентом, писал и фотографировал. И был председатель профкома. Сейчас их нет, профсоюзы. Всё на мне лежало. И организации выезжали всегда на природу». Много тёплых и приятных поздравлений звучало в этот день. С юбилеем районную газету поздравил депутат ЗСК Виктор Чернявский и глава славянского района Роман Синеговский. «Мне приятно, что коллектив продолжает развиваться и жить. Что коллектив сегодня профессиональный. Многие из них являются лауреатами конкурсов российских, краевых. Поэтому, Михалыч, процветание, успехов, добра. Администрация славянского района и глав поселения, она всегда рядом. Поэтому надеюсь, что наша совместная работа начнет быть долгой. На благо нашего славянского района и жителей славянского района. С праздником! «Родная газета» является сегодня очень уважаемой из-за того, что она является добрым другом ЗСК. Поверьте, это одна из лучших газет, если не лучшая газета в крае. Я знаю, о чём говорю, потому что каждый день могу пролистать все газеты местные, всё в крае. И «Заря Кубани» каждым номером выдаёт мастер-класс, как должна выглядеть газета, по содержанию, по оформлению. И самое главное, что вы не изменили главному принципу – быть объективным». Отличное настроение всем присутствующим дарили лучшие творческие коллективы славянского района. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События». О, д Jahre. Валерий Ванчугов. «Странanes» О, д